В декабре 2018 года первая часть будет посвящена высшим планетам и тем напряженным аспектам, которые они будут давать в декабре месяце. Вторую часть я посвящаю каждому знаку зодиака отдельно, и здесь мы остановимся на более позитивных сторонах влияния планеты. Итак, в декабре 2018 года высшие планеты, такие как Сатурн, Плутон и Уран, образуют крест напряжения. И в эту зону напряжения входят люди, которые родились с 25 декабря по 25 января, с 25 марта по 25 апреля, с 25 июня по 25 июля и с 25 сентября по 25 октября. На эти даты рождения идет давление вот этих планет. В начале, с 25 по 5 число данных периодов, идет влияние Сатурна. Сатурн – это ответственность, это требование выполнения вашего долга, требование выполнения законов. Люди, которые родились в это время, на них будет давление со стороны старших родственников, старших партнеров, государственных органов. И это не шутки. Вот, например, у Терезы Мэй я еще летом этого года говорил о том, что у нее наступает этот период. И, как мы видим, на нее очень мощное давление со стороны чиновников брюссельских, со стороны английских, структур власти. Яркое такое проявление Сатурна в ее гороскопе, в напряженном аспекте. Следующее – это с 6 по 15 число – это влияние планеты Плутон. Плутон – это ваша глубинная сила, это в данном случае давление со стороны сильных людей. Будет такое давление, что подобно мифическим существам. Или вы оседлаете этого дракона, или он вас заставит плясать под свою дудку. С 16 по 25 число – это влияние Урана. Уран – это новые мысли, интересные идеи, это современная техника. В напряженном аспекте эти мысли, которые расходятся с реальным временем, слишком большая оригинальность, слишком большое стремление быть свободным или освободить других людей, надо ориентироваться на реальную ситуацию и быть внимательным на дорогах. Потому что Уран – это техника, это машины, надо быть очень внимательным на дорогу. Эти же планеты будут оказывать хорошее влияние Сатурн и Плутон на людей, которые родились вначале и в середине рыб, вначале и середине тельца, вначале середины девы, вначале середины скорпиона. Это помощь со стороны старших, со стороны законов, помощь сильных людей. И ваша воля, она возрастет, и вы сможете изменить себя к лучшему. Своей волей вы сможете исправить свои недостатки. Уран позитивно будет влиять на людей, которые родились в конце Стрельца, в конце Водолея, в конце Близнецов и в конце Льва. Ваши идеи, они будут реализованы, они будут успешны. Вам очень будет хорошо способствовать техника, машины, современное оборудование. Ваша свобода будет окрылять других людей. Кроме анализа по планетам, я даю анализы по годам влияния этих планет. И в напряженной этой зоне планета Плутон была с 1920 по 1934 год, это в знаке Рака. С 1973 по 1981 в знаке Весцов был Плутон. Людям надо обратить внимание на аспекты Плутона. Напряженные аспекты с Ураном, это 1935-1936 год, 1982-1983. Быть очень внимательным с техникой, с машинами. И по Сатурну вы увидите года на вашем экране, напряженные года. Да. Немножечко о позитиве. В прогнозе на 2019 год я более подробно остановлюсь на позитивных годах. А сейчас, 1992-1993 год, люди, родившиеся в это время, откроют для себя новые духовные уровни своего бытия. Какие-то удивительные прозрения, удивительные мысли будут у людей, которые родились в 1992-1993 году. Это транзит Плутона по планете Нептун. Нептун, планета Божественной Любви, планета Духовного Развития Человечества. И если у вас совпали даты и года, если у вас трудная ситуация, советую обращаться за помощью. На то астрологи и существуют, чтобы помочь на психологическом, энергетическом и духовном уровне. Благодарю за внимание. И вторая часть у нас посвящена каждому конкретному знаку отдельно.